Всем привет, и в этом видео мы изучим Pattern Service Locator. Посмотрим плюсы и минусы, а также практику. Поехали! Итак, Pattern Service Locator это у нас шаблон проектирования, который предоставляет централизированный механизм для определения местоположения и получения служб перед зависимостью в Unity. То есть, Locator это у нас как бы центр, и он будет у нас сопоставлять интерфейсы с конкретными реализациями. В нашем случае в Unity какие-нибудь компоненты могут запрашивать службы через Locator, тем самым у нас компоненты будут зависеть от интерфейсов, а не от конкретных реализаций. Благодаря чему наблюдается первый плюс в Pattern Service Locator, это у нас ослабление связей, благодаря чему мы можем запросто заменять или упрощать реализацию без всякого ущерба для других компонентов, которые пользуются наш сервис Locator. Второй плюс это модульность, то есть происходит централизированный способ управления зависимостями, то есть службу мы можем зарегистрировать с помощью Locator, а потом уже управлять ими. Третий плюс это тестируемость. Можем тестировать компоненты изолированно, не полагаясь на фактические реализации, то есть когда мы тестируем один компонент и как-нибудь его изменяем, то на других компонентах это вообще никак не сказывается, им вообще пофиг. Ну и четвёртое это естественно гибкость, так как компоненты могут запрашивать службу по мере необходимости, а Locator просто всё регистрирует и предоставляет то, что нужно, а именно соответствующую реализацию. Минусы использования это естественно сложность, так как если добавлять серьезно Locator уже в существующий проект с готовым кодом, то тут просто-напросто можно заморочиться. То есть разработчикам изначально необходимо управлять регистрацией службы, чтобы обеспечить правильное разрешение зависимостей. Ну зависимости в нашем случае это компоненты. Второе это сама зависимость от сервис-локатора. Те компоненты, которые как-нибудь используют сервис-локатор, но у которого в него зарегистрированы они становятся зависимыми от него. Но лучше его использовать конечно в простых проектах, так как большое количество зависимости могут дать о себе знать, так же как и синглтоном. Ну а мы переходим уже к реализации. Итак, я создам пустой объект, назову его GameManager. Рисетаем позиции. И для начала давайте создадим интерфейс HighGameManager. Итак, у нас тут будет два метода, StartGame и EndGame. Потом мы создаем сам GameManager, где мы будем реализовывать этот интерфейс. И здесь мы будем выводить просто дебаглог. Нам еще понадобится UnityEngine, дебиотека. И теперь нам нужен сам сервис-локатор. Здесь у нас будет словарь, который будет хранить тип и объект, то есть это пары ключ-значения. И дальше мы регистрируем сервис при помощи дженериков, где T это у нас абсолютно любой объект. У нас тут получается словарь для сопоставления интерфейсов, то есть type с конкретной реализацией, object. И метод RegisterService позволяет зарегистрировать экземпляр службы с помощью локатора. А метод GetService изрекает зарегистрированную службу. С помощью метода ContainsKey. Последний скрипт, это у нас будет GameController. И вот так у нас выглядит GameController. Мы здесь регистрируем экземпляр GameManager с помощью ServiceLokaтор RegisterService, то бишь создаем экземпляр. Изрекаем экземпляр при помощи сервис локатора. Потом сохраняем все это в перемену GameManager. Получаем тут нужный сервис и вызываем его, либо StartGame, либо EndGame. И в нашем случае в методе Update мы можем создать какую-нибудь игровую логику. Если нам понадобится еще что-нибудь реализовать, например, RestartGame, то мы обращаемся к интерфейсову GameManager и создаем тут метод RestartGame. И потом также обращаемся и создаем какую-нибудь логику в GameController. Метод Update. И теперь нам остается закинуть GameController, компонент, и просто нажать Play. И у нас тут игра уже закончилась миллион раз. Ну и вначале она, естественно, началась. Поэтому все работает. И в методе Update у нас называется GameEnded, то есть GameManagerEndGame. А вы, в свою очередь, можете прописать свою логику. Но если вам было недостаточно примеров, то вы можете зайти в мой Телеграм-канал, ссылка на который будет в описании, и более подробно ознакомиться с этим паттерном и с примерами. Ну а так, все, у кого было полезно, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в Телеграм, Дискорд, можете поддержать меня на бусте. Ну и до скорого.